С 3000 автомобилей до 5 увеличится пропускная способность Октябрьского моста. Выполнять эту задачу поможет новая развязка в Зашиксинском районе, обещают эксперты. Этот вопрос обсуждали сегодня власти города и области на градостроительном совете. Это позволит нам как минимум на 30-35% увеличить пропускную способность Октябрьского проспекта и Октябрьского моста. Это очень важно для нас именно в часы пик, когда мы наблюдаем большие пробки, и это вызывает большое неудобство жителей города Череповца. Несмотря на строительство развязки, облегчить жизнь Октябрьскому мосту и всему Зашиксинскому району сможет только второй мост через Шиксну. А пока придется единственной переправе города – справляться с потоком машин самостоятельно. В связи с результатами экспертизы, проведенной специалистами на мосту, в план градостроительства власти города решили внести ремонт опорных конструкций. Как вы думаете, позволит ли это нам выдержать эту нагрузку до 2020 года? В расчет надо, учитывая те темпы роста, которые мы наблюдаем за последние годы, роста количества единиц транспорта, выезжающего из Зашиксинского микрорайона и въезжающего в Зашиксинский микрорайон. Проект второго моста через Шиксну сейчас находится на рассмотрении в Министерстве транспорта. Пока документация проверяется на высшем уровне, город должен найти деньги на выкуп земель, которые находятся в зоне будущей стройки. За 26 участков планируется заплатить около 200 миллионов рублей. Также в этой зоне запланирована реконструкция всех коммуникаций. Точные сроки начала строительства пока неизвестны. На сегодняшний день мы готовим техническое задание. Оно сейчас, вернее, оно готово, оно проходит сейчас согласование у нас в правительстве с тем, чтобы посмотрели экономисты для того, чтобы нам объявлять конкурс по финансовому консультанту. Бурно развивающийся район Зашиксной станет самым глобальным местом строительства. Так, до конца этого года планируется открыть офис врачей общей практики. Он расположится на Ленинградской, 24 и закрепит за собой 10 тысяч жителей района, что должно немного ослабить нагрузку на седьмую поликлинику. Также в планах на 2016 год уже заложено кольцевое движение по Зашика. Реализуют его с помощью продолжения дорожной сети по улице Монклер. Строительство Монклер позволяет организовать движение общественного транспорта по кольцевому маршруту и повысить качество обслуживания горожан с точки зрения доступности общественного транспорта с организацией соответствующих остановок и движения по этому маршруту. С развитием инфраструктуры района потребуется больше энергоснабжения, заключили специалисты. Для восполнения ресурсов уже в 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию новой подстанции «Южная». Она станет помощницей Зашикснинской подстанции и обеспечит необходимую мощность для питания всего района. Предусмотрены средства на строительство подстанции «Южная» и линии 110 кВт в полном объеме. Проведена корректировка стоимости строительства. Первоначальная стоимость составляла 782 миллиона рублей. Сегодня в связи с необходимостью проведения мероприятий по импортозамещению, по переходу на отечественное оборудование, стоимость предварительной оценки составляет 532 миллиона рублей. Снижение на 32%. Следующий градостроительный совет пройдет уже в мае. Тогда власти подведут первые промежуточные итоги по запланированным объектам. Анастасия Хаткова, Егор Плюснин. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok